Еще раз добрый день. Сегодняшняя тема вебинара «Современные подходы в организации взаимодействия с родителями, законными представителями ребенка». И веду его я, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории методики начального образования Акмулинского университета Гульдар Фанисовна. Итак, поехали. Если вдруг будет не видно, не слышно, старайтесь хоть как-то сигнализировать. Итак, мы с вами прекрасно понимаем, что непосредственно этот год объявлен Годом Семьи на территории Российской Федерации 2024. И хотелось бы напомнить, что национальный проект «Демография», который также реализуется и до этого года, существует определенного рода национальный проект России, один из которых так и называется «Демография». И он представлен на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации несколькими подпроектами, федеральными проектами. Конечно же, мы сейчас с вами каждый из этих проектов подробно рассматривать не можем ввиду регламента времени, но все же, если вам интересно, вы можете пройти по QR-коду и посмотреть непосредственно эти проекты ближе. Итак, уважаемые слушатели, поехали дальше. В рамках нашей сегодняшней темы хотелось бы подчеркнуть статистику, которая позволяет увидеть уязвимые категории детей, непосредственно для которых необходимы современные подходы. Современные подходы не только для того, чтобы сохранить ребенка в семье, но и в целом по его воспитанию. Конечно же, здесь, согласно нормативно-правовой базе, вы видите на слайде представлены три основных документа. Конечно же, это и федеральный закон Российской Федерации, который в 2020 году непосредственно был отредактирован об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, в том числе профессиональный стандарт, который рассматривали и утвердили. Запустить должны были в действии как раз в сентябре 2023 года, но однако мы все еще ожидаем профстандарт непосредственно педагога. Ну и один из также немаловажных нормативно-правовых документов – это распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2020 года, где прописывается методическая рекомендация по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях. Ведь среди вас, уважаемые слушатели, есть наверняка сотрудники образовательной организации и в том числе родители, законные представители. То есть для всех эта тема, конечно же, важна, потому что каждый из нас будущий, так скажем, либо родитель, либо, возможно, уже настоящий педагог. И рассматривая как раз-таки данные документы, хотелось выделить одну из категорий, которая предполагает на себя самое большое, так скажем, внимание. Потому что категория так и называется – дети, нуждающиеся в особом внимании в связи с высоким риском уязвимости. И обратите еще раз свой взор, как раз-таки, да, это не только дети с ОВЗ, не только дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с отклоняющимся поведением, сюда относятся не только гиперактивные или ребята с аутизмом. И еще есть также одаренные дети, дети, которые непосредственно также входят в высокий риск уязвимости. Здесь представлена статистика по, как раз-таки, территории Российской Федерации и Республике Башкортостан, потому что сама работаю на, как раз-таки, на территории города Уфа. Данные представлены Институтом развития семейного устройства, обратите внимание, и в том числе Федеральной службы государственной статистики. Сразу могу сделать акцент, почему по 2021 год, потому что многие статистические данные, да, они всегда даются не на нынешнюю, да, например, учебный год, как мы с вами привыкли, отчитываться каждый, допустим, четверть, семестр и так далее, а непосредственно более такие, возможно, кажется, запоздалые, но все-таки актуальные данные. И здесь, да, казалось бы, что численность детей, например, да, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшается, но все-таки по статистике, как и на территории Российской Федерации, в том числе непосредственно Республике Башкортостан, 10% детей возвращаются в детдома. И вот, казалось бы, почему есть такая статистика, что дети все-таки больше видят себя, так скажем, без семьи, да, и так далее. Сегодняшняя тема, она освещена таким, так скажем, общим как раз-таки понятием взаимодействия ребенка с родителем, да, или законным представителем. И, конечно же, в этом взаимодействии и включается в том числе образовательная организация. Это либо детский сад, либо школа, либо, например, учреждение СПО, да, уровня, в том числе высшего образования. То есть мы видим с вами красную такую, да, линию, нить, можно хоть как это назвать, когда взаимодействие ребенка с семьей очень тесно влияет на то, как он будет выстраивать свою траекторию развития личности. То есть каким образом он будет в дальнейшем, так скажем, своей жизни выбирать себе, например, профессию. Или, например, точно так же использовать новые, так скажем, методы по обучению и развитию. Здесь немаловажным является то, что также в 2021 году институтом как раз-таки всем известно для нас, это РАНХИКС, был проведен опрос для педагогов, и в том числе здесь приняли участие в первую очередь педагоги, которые отвечали на определенного рода вопросы, касающиеся непосредственно профессиональных дефицитов и эмоционального выгорания, как мы понимаем. Конечно же, здесь я не могла для вас осветить все эти опросы, потому что снова же ушла бы от темы, но все же обратите внимание на результат. То есть большинство как раз-таки педагогов отмечает, что им не хватает арт-терапевтических практик, либо, например, психолого-педагогических тренингов для того, чтобы работать с детьми, которые испытывают трудности в обучении, которые чувствуют как раз-таки и нуждаются в особом внимании. И здесь немаловажным является как раз-таки целостная картина. Обратите внимание еще раз, что категории, которые необходимо осветить и предложить, так скажем, более свою адресную материальную помощь в большом как раз-таки аспекте, это не только дети, как мы привыкли с ОВЗ, это не только дети, которые остались без попечения родителя, но и в том числе и одаренные, и дети со склоняющимся поведением. То есть большая категория детей нуждается, а все мы понимаем, что мы не можем как по волшебству взять и решить все эти задачи. И переходя от такой, так скажем, статистики, от нормативно-правовой документации, приведу пример как раз-таки согласно разработке Института изучения семьи и детства по федеральной рабочей программе воспитания, уровне как раз-таки дошкольного образования, как здесь освещается само понятие семьи, семейного воспитания, какие подходы, мероприятия предлагаются. Давайте еще раз посмотрим. Для вас также представлен формат как раз-таки источника. данный скриншот из официального сайта Института изучения семьи и детства. Обращаю ваше внимание, что здесь не зря выбран как раз-таки элемент непосредственно социально-коммуникативного развития. Социально-коммуникативное развитие, это как раз-таки мы с вами знаем прекрасно, что из пяти областей развития дошкольника является одним из, предполагает как раз-таки приобщение детей к ценностям. И обратите внимание, это снова ценность добра, милосердия, жизни человека, родины, конечно же, дружбы, сотрудничества и труда. Если мы говорим с вами также о нашей сегодняшней тематике, то, безусловно, семья – одно из как раз-таки ценностей, на которые нацелена непосредственно данный пример. Предполагается решение задач несколькими способами, несколькими мероприятиями. Конечно же, это варианты, да, то есть мы рассматриваем с вами возможные, рекомендованные направления. Допустим, воспитание любви к своей семье, да, своему населенному пункту, родному краю, своей стране. Конечно же, и уважительное отношение к ровесникам, родителям, законным представителям, соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности. Воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа к нравственным и культурным традициям России и так далее. Здесь не зря стоит многоточек, потому что далее можно рассмотреть также примеры непосредственно, каким образом можно решить эту задачу. Казалось бы, где здесь взаимосвязь, да, какое влияние имеет родина или семьи, в том числе к культурному наследию своего народа, опять же, на семью и так далее. Если мы рассмотрим с вами под углом зрения как раз-таки разностороннего, развитого человека, то давайте вспомним. Конечно же, в любой семье начинается с того, что мы изучаем, да, уже даже на уровне такого, так скажем, рефлекторного элемента, изучаем традиции нашего народа, рассматриваем сказки, то есть устно-народное творчество, это наверняка одно из любимых как раз-таки у большинства деток, потому что каждый из малышей любит слушать сказки. А если мы еще, например, театрализованным элементом посмотрим, да, как раз-таки во взаимодействии ребенка с родителем, то здесь, наверное, эффект будет просто колоссальным, потому что ребенок включается в содержание сказки и видит, как вместе со своим родителем он может, допустим, сценарий какой-то придумать, а может быть, у него будет своя сказка. Опять же, вспомним с вами прибаутки, частушки, скорговорки, не знаю, еще можно вспомнить различные роды как раз-таки литературных таких, как раз-таки элементов, пример, которые позволяют развивать ребенка. Ну и, безусловно, все это происходит в семье. Если этого нету в семье как традиционного момента, конечно же, дети начинают чувствовать себя в свободном, так скажем, плавании и ощущают этот мир по-своему. А мы, как уважаемые взрослые, не можем им помочь определиться. Если мы рассматриваем с вами следующую как раз-таки программу, которая уже основана для ступени начального общего образования, здесь в рамках рабочей программы курса внеурочной деятельности есть разговор о важном. Мы прекрасно знаем, что за этот цикл внеурочной деятельности, подробно не буду описывать, но все же, как раз-таки один из модулей, который посвящен тематике «Мы вместе», описывается то, что для первого-второго класса можно использовать, например, такие рисунки детей, как семейное древо. Но давайте вспомним, как мы обычно выполняем это задание по окружающему миру. Казалось бы, еще в наши, так скажем, детские далекие годы каждый из нас рисовал вот это вот дерево. У нас на башкирском языке шижеры называется, да? И чаще всего ребенок определял, например, себя, допустим, родители. Это хорошо, если он определит еще бабушку, дедушку у каждого родителя, да? А вот дальше начинается сомнение. Сомнение того, что я не знаю, кто у меня был прадедушку, кто у меня был прабабушкой, куда они вообще исчезли. И, естественно, возникает вопрос такого рода не только у ребенка, но и у взрослых я часто наблюдала за тем, как порой создается родословное, когда мало того, что ребенок не знает, а даже взрослый не может вспомнить, а как его прадеда звали, а как прабабушку звали. И связь этих поколений теряется. Казалось бы, ну ничего же такого сложного, тебе же никто не говорит там какие-то математические формулы, всего лишь нужно вспомнить, как звали, да? И вот как раз-таки понятие семейное древо многие родители относятся поверхностно. Ну, казалось бы, ну что там, да нарисуй, да напиши, кто будет проверять. Почему? Потому что, опять же, по опыту своей деятельности непосредственно с учениками, в том числе и студентами, когда задается такого рода задание, почему-то мы к этому относимся очень поверхностно. Возможно, нету времени, согласна, возможно, не заинтересовало, но давайте представьте тогда, дерево не просто, как обычно мы рисуем там яблоню, и вот каждое яблочко, допустим, это непосредственно твой родной человек, да, из твоего родословного. Возможно, вы представите иначе это дерево, пусть оно будет волшебное, и вместо яблока будут, например, какие-то шоколадки, если ребенку нравятся шоколадки. А может быть, каждый, допустим, нарисует какое-то солнышко, то есть солнечное дерево, ведь это все зависит только от нас в первую очередь. И, естественно, здесь уже можно, опять же, привнести свои элементы творчества, которые позволят не только заинтересовать взрослых, но и ребенка в первую очередь, потому что малыши, они же, так как испытывают как раз-таки непосредственно свое, так скажем, внимание на себя, они, конечно же, и сами хотят выразить это внимание, но у них не всегда это получается. И вот здесь вот прямо из рабочей программы взят пример, что согласно комментариям, как раз-таки рекомендациям данной программы, разговор о важном, память времен. Посмотрите, то есть каждое поколение связано с предыдущим, последующими общей культурой, историей, средой обитания. Связь, преемственность поколений, основа развития общества и каждого человека. Здесь обязательно идет о том, что дети рисуют семейное дерево, изучаются понятия семейных традиций, сохранения семейных традиций, возможно, есть даже традиции своего класса. Ведь не зря порой учителя высказывают такого рода как раз-таки выражение, что мы семья, мы тоже семья, я вот как вот непосредственно ваш родитель, а вы мои детки. И ощущение это как раз-таки коллективного отношения, взаимодействия, взаимоуважения, доброжелательности, оно проявляется в том, когда тот же педагог, пусть он будет на уровне, возможно, детского сада, когда он своих воспитанников пытается собрать вот это единство семьи. Здесь как раз-таки подчеркивается то, что если грамотно поставлен как раз-таки процесс вот этого понимания семьи, когда каждый ученик, каждый воспитанник чувствует себя неотъемлемой частью этой системы, то, конечно же, любое поручение, адекватное, актуальное поручение педагога будет являться для них непосредственно для того, чтобы исполнить, а не наперекор выполнить. Конечно, здесь большое терпение и мудрость привносят свои плоды, потому что каждый педагог, он видит непосредственно в своем воспитаннике ту или иную личность. Было бы интересно, если все-таки все же традиции в семье имеются, к сожалению, опять же, не каждый ребенок знает о своих традициях, вот задумайтесь, а какие у вас традиции в семье существуют? И это не только, например, там, допустим, традиции такие, которые позволяют как раз-таки понять нацию, да, например, здесь представлено как раз-таки у татар и у башкир есть праздник как раз-таки Аргатуй, который еще по-другому символизирует как раз-таки интереснейшие птицы, как ворона, и приводится пример того, что существует подобного рода традиционные такие-то как раз-таки праздники и не только у башкир и татар, но и в том числе и, например, у таких народностей, как ханты, как и других народов Российской Федерации. Что это подчеркивает? В первую очередь то, что каждый из нас является вот этой частичкой большой огромной семьи, что у нас есть много общего, что традиции необходимо чтить, необходимо их дальнейшим образом как раз-таки пропагандировать и включать все больше и больше в семьи. Возможно, сейчас каждый из вас задумался все же, какие существуют традиции в классе, какие существуют семейные традиции. Это не только, например, там, отпраздновать день рождения и спеть там, допустим, каравай-каравай, кого хочешь выбирай и так далее. То есть существуют, опять же, особенные традиции, которые позволяют сплотить, сплотить как раз-таки понятия семьи, которые раскрываются как на уровне детского сада, так и школы. И следующий как раз-таки из этой же рабочей программы, это взят уже третий, четвертый класс, здесь представляется ряд мероприятий, которые позволяют акцентировать как раз-таки внимание на исторической памяти. То, что проявляется в нашем, так скажем, поколении, то, что стремится каждый человек воспитать в себе качество, отражающее нравственные ценности. Да, каждый из родителей старается воспитать своего ребенка правильно. Вот, например, мы говорим, так не делай, например, там, допустим, нельзя врать, а сами же в примерах часто употребляем как раз-таки ложь. А потом ребенок, задавая вопрос, мама, а почему ты обманула, или, например, там, папа, почему ты врешь, как мы обычно отвечаем? Что, ну, это ложь во правду. Иногда говорят, ну, это вот, например, лучше горькая правда, кто-то говорит, чем, допустим, сладкая ложь. Или, например, там, ну, а кто скажет? Ну, никто же не скажет, или ты побежишь и расскажешь. Ребенок в недоумении. А почему, например, взрослый позволяет себе, себе как раз-таки наперекор выполнить это действие, а мне нельзя? Конечно, очень сложно нам, так скажем, в современном обществе выдержать все рамки воспитания приличия. Но, опять же, эти рамки мы для ребенка сами выстраиваем. То есть, если мы понимаем, что нужно объяснить вот это вот как раз-таки, как в примере, горькая правда или сладкая ложь, так объясните, чтобы малыш понимал, почему иногда взрослые, ну, скрывают, порой, например, могут недоговаривать и так далее. То есть, примеры ценности добра, когда мы понимаем, что, мы говорим, да, что нужно там помогать, например, людям, нужно делиться своими игрушками, или, допустим, поделиться просто хотя бы объятием, либо приятно что-то сказать. Но, опять же, ситуация такого рода, когда мы видим возле торговых центров людей, которые выпрашивают, да, там, элементарно на еду, не каждый из нас подойдет и поможет. Потому что кто-то считает, что это, опять же, своего рода бизнес, кто-то считает, что почему он не может, руки-ноги есть, мог бы сходить-то поработать и так далее. Но ведь, опять же, мы, как взрослые, идем наперекор своим действиям, наперекор своим словам, да. Если рядом находится непосредственно ребенок, он абсолютно, как вы сделали, так и запомнит, но не ваши слова. И, опять же, здесь вот как раз-таки предполагается понятие милосердия, когда мы помогаем друг другу, когда мы обязательно акцентируем внимание на том, что, если, например, бабушка заболела, или дедушка, да, может быть, нужно помочь животным, допустим, да, как раз-таки, которые находятся без приюта, да, часто встречаются акции, когда покупают дополнительный корм для кошек и собак и относят определенные, так скажем, организации, чтобы, опять же, кошкам и собакам помочь. То есть, опять же, идет выражение милосердия. Но это не должно быть понятием одноразовой акции. То есть, когда мы сделали один раз, выполнили, казалось, да, даже с ребенком сходили, и все на этом забыли. Каждый раз, как вот, есть же выражение как раз-таки, вода камень точит, да, каждый раз изо дня в день нужно воспитывать себе это. Ведь мы порой взрослые думаем, что мы такие умные, мудрые, что не всегда замечаем за собой ошибки. А наши малыши как раз-таки это замечают. И подчеркну еще раз, это касается понятия взрослых не только родителей, законного представителя, но и в том числе воспитателя, учителя начальных классов, учителя-предметника, я не знаю, преподавателя университета, колледжа и так далее. То есть, мы всегда на виду у наших подрастающих как раз-таки деток. И здесь предлагается такого рода благотворительные как раз-таки организации, которые необходимо осветить. Это, например, «Подари жизнь», в том числе проведение беседы, например, что переходит из поколения в поколение, что значит выражение всем миром. И в том числе рассмотреть интерактивные задания. Они все предлагаются в рамках курса «Внеурочная деятельность. Разговоры о важном». Поэтому, кто знаком с этим курсом, а я уверена, что если вы сотрудник образовательной организации, как раз-таки системы начальной школы и так далее, то наверняка знаете, что есть целый курс, и там прям интерактивные задания, видеоролики, инструкции, все прилагается. А вот для тех, кто пока еще не коснулся этой темы, непосредственно могу оговорить, что институт как раз-таки стратегии развития образования непосредственно с Министерством просвещения Российской Федерации разработал как раз-таки один из курсов «Внеурочная деятельность», который так и называется «Разговоры о важном». Если вам, уважаемые слушатели, будет интересно, посмотрите. Можете прямо в интернет-браузере просто набрать «Разговоры о важном», и они у вас выплывут. Можно посмотреть, конечно, на сайте «Единое содержание общего образования». Потому что, например, для кого-то из родителей это абсолютно, так скажем, неактуальная информация. Если я сама педагог и родитель, для меня интересно. Я знаю, где все эти документы, и как родитель, с одной стороны, рассматриваю, а учитель это осветил ли на уроках, неурочных занятиях, в том числе как педагог, потому что мне со всех ракурсов очень интересна данная тематика. И здесь предлагается, опять же, рассмотреть и видеофильмы, и в том числе беседы, как мы можем помочь больным детям. Говоря о беседах и видеофильмах. Не стала выкладывать скриншот данного сайта, но все-таки запомните, возможно, все-таки будет вам также интересно. Целый каталог есть такого, рекомендованного как раз-таки, фильмов, сайт так и называется, «Ноль плюс», там есть момент того, что на уровне как раз-таки интереснейших мультфильмов, научных фильмов, в том числе и снятых по произведению Льва Николаевича Толстого, Александра Сергеевича Пушкина, представлены короткометражки и не только. То есть можно использовать, как и для просмотра совместного с ребенком, в том числе и если вы являетесь педагогом дошкольного, либо, например, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, пожалуйста, можете использовать. Он рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации, «Ноль плюс», так и называется. И эти все видеоролики, они абсолютно бесплатны. То есть сайт спокойно работает, можно смотреть, очень интересно, там каталог огромен, можете пользоваться с радостью. Почему? Комментирую, потому что в свое время, когда я для себя открыл этот сайт, не все учителя, с которыми я работаю непосредственно, и в том числе студенты, они знали об этом сайте, хотя оно также рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации. Далее. Постепенно, переходя от нормативно проводить документации к непосредственно, так скажем, животрепещущим вопросам, о чем говорить с ребенком. Конечно же, когда мы только-только ребенок научается говорить, возможно, о традициях мы не скажем, но, конечно же, будем обязательно говорить с ним, если это, опять же, билингвальная, так скажем, семья, где есть, допустим, кто-то из родителей не только говорит на русском языке, но и, например, на башкирском, татарском, на каком-то еще, естественно, он приучает, что вот есть, например, бабушка Нанейка или там бабушка Лёсей, но я говорю сейчас на языке как раз-таки в башкирском и татарском. То есть есть момент того, что мы знакомим, опять же, с чем? Да, это элементы наши родословные, то есть мы должны раскрыть ребенку, что у тебя есть бабушка, дедушка, может, есть и прадед, прабабушка, это будет прекрасно, потому что, к сожалению, не от нас это зависит, но большинство как раз-таки, так как у нас сокращается, так скажем, период жизни, все же испытывают такие нюансы. Если мы уже освещаем с ребенком вопросы более такого младшего школьного возраста, здесь уже можно постепенно раскрывать понятие традиции, какие ты и знаешь, а какие бы ты хотел традиции иметь, а давай мы с тобой подумаем на эту тему, а какие у тебя есть друзья, а как стать лучшим другом, а почему кого-то, например, ты там считаешь врагом, а почему, и может быть неприятелем. Конечно же, если мы уже говорим более со старшим, так скажем, ребенком, да, как раз-таки, когда они уже понимают в подростковом своем возрасте, кто для него друг, да, они выделяют свою желаемую референтную группу, которая подражает, конечно, тут уже вопросы касаются в основном о дружбе, о дружбе, каким образом нужно уметь договариваться, как можно найти выходы из ситуации, и говоря, допустим, с ребенком на такие темы, конечно же, нельзя придавать, так скажем, огласки его, возможно, конфликтной ситуации, потому что ребенок с вами поделился, если бы он хотел это рассказать всей семье, возможно, он бы за столом, так скажем, да, во время ужина проговорил бы это, то есть здесь тоже существуют свои нюансы, каждый раз взрослый, да, услышав что-то там секретное от ребенка, старается поделиться с бабушкой, либо, например, там, может быть, там, кого-то еще из взрослых, может быть, даже с подругой, а вот ты представляешь, оказывается, это у меня-то вот то, то третье, десятое, не скажу, что это правильно, потому что есть моменты того, что все же нужно понимать конфиденциальность, да, то есть если вам информацию доверили, но вы же можете ее решить, вы же взрослый, зачем вам нужно мнение другого, тем более оно не всегда совпадает с вашим, и здесь очень важно прокомментировать различные приемы, безусловно, когда ребенок может довериться, это большой плюс воспитанию, почему? Потому что не каждый ребенок сможет довериться, не каждый ребенок, даже по статистике, да, казалось бы, берут большую часть детей из детства, как раз таки детей, которые остались без попечения родителей, но все же каждый год 10% детей возвращаются обратно, то есть есть момент того, что нет какого-то доверия, доверия. Точно так же, как и дети, которые относятся к категории нормы типичных, они тоже, если испытывают гнет, да, авторитарность со стороны как раз таки взрослого, если испытывают ущемление прав, да, своего я и так далее, конечно же, ребенок начинает постепенно изолироваться, изолироваться, и уже его любимый взрослый постепенно сходит, так скажем, с ранга любимого взрослого. Вопросы, которые могут возникнуть, они очень целесообразны с методами семейного воспитания, почему? Потому что согласно как раз таки классификации таких, так скажем, педагогов, знатных педагогов, например, как Юрия Константиновича Бабанского, выделяются определенные методы воспитания, но здесь сразу заговорюсь непосредственно о таком методе воспитания, как наказание. Ни в коем случае ни Щукина, ни Сластен, ни Сластен, ни Бабанский не предполагали, что наказание это своего рода как раз таки физическое, телесное наказание, например, как там поставить на горох, либо в угол, либо, допустим, применить еще что-либо. В первую очередь, раз уж заговорила про наказание, это как раз таки то, что ребенок, если, допустим, у вас было своего рода требование, либо, например, может быть, вы попросили у него что-то выполнить, допустим, я не знаю, там, убрать игрушки, либо, например, может быть, полить цветы, возможно, там, сходить, помочь кому-то, да, и вы решили его наказать. Не говорю, что многие, но все же иногда родители выходят за рамки своего эмоционального, так скажем, да, равновесия и начинают проявлять физическое наказание в сторону ребенка. Естественно, этого делать нельзя, потому что, когда мы таким образом выражаем, да еще там, может быть, там, кричим и так далее, ребенок начинает чувствовать себя абсолютно ненужным, абсолютно никчемным, потому что он как раз-таки хотел бы, наоборот, поддержки от вас, а получилось наоборот. Нужно его выслушать, конечно же, нужно услышать его мнение, проговорить, возможно, где-то, например, у него не получилось, ну, например, там, полить цветы нужно было, не получилось выполнить эту просьбу, просьбу трудового воспитания, казалось, мы же с малого воспитываем так же и к труду, прививаем любовь, да, выслушайте его, может быть, у него там, я не знаю, соскользнул, я не знаю, горшок, и разбился горшок, и, конечно же, тут и земля просто полетела во все стороны, и цветок жалко, и нужно думать о ребенке. То есть, вы себя вспомните, хорошо ли вам было, когда вот на вас кричали, вас наказывали и так далее, и все же вопрос, как же тогда применить-то наказание? Но иногда, даже по статистике в том числе, выражают игнорирование. То есть, например, если ты меня не услышал, хорошо, тогда я, например, не буду выполнять твою просьбу тоже. И вот обязательно ребенок по истечении какого-то времени подойдет к вам с просьбой. Но если вы понимаете, что вина все-таки у этого малыша есть, то наверняка вы ему напомните. А вот помнишь, я тебя просила вот это сделать, ты сказал, я не буду, я не хочу. Прости, малыш, я тоже не хочу. То есть, вы выражаете, да, что вы просите у него прощения, вы ему напомнили, за что вы сейчас его решили проигнорировать, и проговорили, что тоже бы не хотели. Не могу сказать, что здесь есть также понятие того, что нужно так постоянно делать, потому что все же золотая, так скажем, середина, она прослеживается и в методах семейного воспитания. Конечно же, нужно варьировать по ситуации, потому что у каждого ребенка она индивидуальна. Говоря о поощрении, также хотелось бы прокомментировать, что поощрение, обязательно должно быть также не только в словесном формате, да, когда мы говорим молодец, умница там, Петя, Ваня, не знаю там, Машенька, обязательно поощрение должно быть в разумных пределах, то есть не обещать ему какие-то горы либо звезды, а все то, что актуально. Говоря о повторении, это также комментируется таким образом, что, например, ребенок упал, либо, допустим, также он не смог полить цветы, вы его услышите, повторите, да, я понимаю, что ты расстроился, но я тоже расстроилась, потому что так-то так-то. То есть не налететь, сразу же проговорить, а можно, возможно, используя как раз-таки приемы дыхательной гимнастики, которые позволяют свои эмоции немножко равномерно распределить, старайтесь как раз-таки, я подчеркиваю, старайтесь, потому что сама также являюсь с родителем и понимаю вас прекрасно, старайтесь как раз-таки услышать ребенка. Здесь приводится поощрение, повторение, убеждение, требование, наказание, похвала и подражание. То есть каждый метод семейного воспитания, он предполагает как раз-таки его реализацию в разумных пределах. Почему? Потому что даже похвала, она может быть чрезмерная, как и поощрение, точно так же, как убеждение, когда, например, на ребенка просто летят, так скажем, убеждающие факторы не только от родителей и законов представителей, но еще тут подключается бабушка, дедушка, которые говорят, вот, а у наше время вот то-то-то было. И вот у ребенка просто эмоциональный всплеск происходит, голова кругом, как еще говорят. Здесь предлагается в рекомендательном характере еще раз несколько книг, которые можно почитать и еще раз изучить, как общаться с ребенком. Конечно же, в современном мире настолько список подобного рода книг большой, поэтому вы можете использовать то, что для вас кажется приемлемым. Поэтому здесь только рекомендательный такого характера. Но, говоря обо всех этих методах, хотелось бы вспомнить, возможно, вы встречали такую японскую притчу, которая позволяет как раз-таки научить ребенка отпускать проблему. Это нужно не только ребенку, но и взрослому. То есть, эта притча заключается в том, что учитель, когда начал непосредственно свое занятие, он взял в руки стакан и протянул руку, а потом спросил у своих учеников, предположите, да сколько весит стакан. То есть, у каждого из них был вариант, что 100 грамм, у кого-то там 300, 200 и так далее. Когда уже учитель начал переспрашивать, если я буду его держать, что будет чувствовать как раз-таки, конечно же, любой ученик может ответить, что будет не иметь рука, что будет испытываться тяжесть, что хочется выбросить этот стакан, выкинуть его, я не знаю, что еще произойдет и так далее. То есть, они описывают те внутренние ощущения, которые мы часто как раз-таки пытаемся преодолеть при условии, например, конфликта. То есть, произошел конфликт, а у ребенка может конфликт быть по любому поводу, ну, например, кто-то там отнял ручку у него в классе или в садике, допустим, не поделились с пластилином, игрушкой, конфликт, например, там с папой, потому что папа крикнул, а касса папа может быть еще и строгий, да, или, например, там бабушка заставляла его там кушать, там, я не знаю, пирожки, а ему не хочется, и они поссорились. То есть, конфликтные ситуации могут быть разные, абсолютно разные, так и как и у взрослого. Но самое важное здесь подчеркнуть, что да, чем дольше мы будем держать подобного рода стакан с водой, тем тяжелее он будет казаться. И вот будет рука настолько неметь и ныть, что просто хочется это отпустить. И здесь важно то, что, конечно, вы с ребенком, если даже поэкспериментируете, что никто ведь не добавлял туда воды, никто не добавил какой-то там грузик, не кинул ничего. Емкость, то есть, была наполнена ровно столько, сколько и в первоначальном, так скажем, виде. и делается вывод. Вывод очевиден, то, что не нужно держать так долго этот стакан, чтобы себе же не навредить. Естественно, не сразу дети понимают это, и порой нужно реально поэкспериментировать, потому что казалось, о, я выдержу, говорят, да, наши супермены там, да, потому что часто дети же себя ассоциируют такими людьми, которые испытывают суперские способности и летать, и ползать, и так далее, конечно же, они думают, я выдержу, а давай попробуем. И вот тогда вы должны понять, даже на уровне действия, когда ребенок выполняет, он больше это фиксирует. Самый яркий пример с тем, когда вот нельзя трогать горячее, например, как утюг или чайник, вот пока он не тронет, он это не осознает, что он настолько горячий, что тебе может причинить вред. И вот здесь важно подчеркнуть, что вот так же и проблемную ситуацию, то есть обиду, возможно, вы там поссорились с бабушкой и так далее, нужно отпустить, потому что существует как раз-таки элемент того, что ты вроде бы казалось, ничего тебе не добавили, вот она одна причинная обида была, да, из-за этих каких-то пирожков, но вот показалось, что вот так тебя раздирает, что вот все, уже сил нету, невозможно хочется выбросить. И комментирую дальше, конечно же, здесь хотелось бы предложить, чтобы вы своему ребенку составили индивидуальный список фраз для умы и души, конечно же, это не просто «я в тебя верю», это не просто «умница», а в первую очередь комментарий должен быть персональный, то есть мы индивидуально для каждого ребенка обращаемся, обращаемся, то есть, ну, условно говоря, одни из распространенных персоналей, это Ваня, Маша, например, да, я не знаю, умница моя Машенька, или, например, моя доченька, то есть вы акцентируете внимание, если вы в этот момент еще и обнимете, это вообще чудесно, многие дети, из-за того, что мы взрослые, кажемся для них такими огромными, да, они иногда и боятся просто подойти и обнять, а объятия больше как раз-таки придает друг другу доверие и взаимодействие, то, что ребенок чувствует, что он нужен, его любят, его как раз-таки ценят, он здесь вот необходим, и здесь предлагается своего рода фразы, но сразу оговорюсь, 10 фраз, конечно же, каждый из нас с легкостью составит, но более 10 уже будет сложнее, потому что мы часто употребляем классический вариант, фраз, допустим, я в тебя верю, умница, молодец, какая прелесть, прекрасно, превосходно, и даже эти клише мы часто говорим, когда встречаем ребенка из садика либо, например, допустим, со школы, увидели рисунок, ух ты, какая красота, и все на этом, а вы разглядите, может, у него кот-то синего цвета, или, например, там, я не знаю, возможно, он нарисовал наверх тормашками, то есть, вы должны же заметить это, это его, ее индивидуальность как раз-таки есть, и тогда уже ребенок понимает, не просто вот это, ух ты, какая красота, которую можно взять и закрепить за каждым ребенком, а вот именно мое мама заметила, и у него радостно проскальзывает, да, я решил, что кот может быть синий, мама, ты представляешь, и начинается, то есть, есть момент того, что мы, взрослые, порой используем клише лишь потому, что сами привыкли, да, ну, например, мы знаем, что нужно поздороваться, мы говорим, здравствуйте, там, добрый день, иногда привет, но более того, мы не можем представить, что есть указ доброго времени суток, допустим, или там еще какую-то прекрасную фразу, поэтому, если составите более список, это будет вообще шикарно. Также для вашего, опять же, кругозора, вы заметили, да, мы постепенно от вот этой вот нормативно-правовой базы перешли к тому, что на самом деле всегда звучит у нас, так скажем, да, в ушах и со всех, так скажем, радиоприемников о том, каким образом воспитать-то ребенка, какие подходы можно использовать, каким образом влиять на его индивидуальную траекторию развития. Конечно, понятие безусловной любви, когда родители общаются друг с другом и со своими детьми создают как раз-таки вот это вот внимание, любовь, заботу, как раз-таки тепло, но если на младшее поколение, да, на детей как раз-таки кричат, физически его наказывают, как еще раз прокомментировал по поводу метода наказания, то у него и сложится таким образом поведение. Безусловно, нужно и погладить по голове, например, да, и обнять, возможно, поцеловать, брать его на руки, то есть дать ощущение того, что вы с ним рядом. Не просто сказать там спокойной ночи и выйти из комнаты, а подойдите и обнимите, поцелуйте и так далее, и это придаст ему уверенность, то, что вот мама со мной, папа со мной, или там кто-то, кто-то воспитывает непосредственно этого ребенка. Уважение. Уважение является залогом доверительных отношений. Вот когда я еще помню в своем детстве, раньше были такие интересные автобусы и до сих пор помню вот эту вот надпись на металлическом прямоугольнике, что требую уважения к себе, уважай других, да, я вот помню, что я в детстве сажусь вот в автобус и возле водителя такого рода табличка была, маленькая такая, металлическая, но ведь на самом деле, если мы хотим, чтобы нас уважали, нужно, наверное, проявляйте уважение к другим, потому что, если мы позволяемся кричать, либо, например, говорить, да, кто вы такая, там, допустим, в сфере услуг часто это бывает, что, например, ты, допустим, обслуживающий персонал, значит, ты меня должна хорошо обслужить. Нет, конечно же. И поздороваться, допустим, с дворником, возможно, с охраной, то есть проявляйте уважение, показывайте на своем примере, что вы уважаете всех, не только вот себя любимого. Здесь приведены несколько как раз-таки постулатов, да, доверия, в том числе, умение слушать собственную интуицию, которая предполагает об индивидуальности процесса семейного воспитания, ну и в том числе режима дня. Не скажу, что это легкий пример, я сама пытаюсь каждый раз держать вот этот режим дня со своими детьми, не всегда получалось, особенно первое время, потому что они все равно могут заиграться, они могут отвлечься, не выполнить, допустим, поручение, которое необходимо было сделать, и вот начинается как будто все снова и заново. Но все же, если мы приучаем их к понятию хотя бы плана дня, режима дня, возможно, как раз-таки постепенного действия, недавно буквально начала вводить такого рода как раз-таки правила, вечером у нас есть понятие того, что мы, дети между собой, проверяют друг друга, насколько они готовы к школе. Потому что одно дело, я хожу проверяю, каждый раз, вот смотрю, например, рюкзак готов, школьная форма готова, допустим, если завтра физкультура, значит, сменка поменялась на спортивную форму, и они вот, знаете, сами предложили, мама, можно мы возьмем лист и напишем все по пункту, что у нас должно быть, и будем отмечать. Да, пожалуйста, сейчас в современном мире это называется чек-лист, чек-лист как раз-таки, но они же не знают, что такое чек-лист, и вот они с удовольствием друг друга проверяют каждый вечер. С одной стороны, я наблюдаю, я слышу, как они друг друга проверяют, никогда не вмешиваюсь в это, и вот, что младшая проверяет старшая, старшая проверяет младшая. И поверьте, у той-ой-ой иногда бывают такие, так скажем, вот что-то там не доложила, резиночки там, допустим, расческа, все должно готово быть, что утром собрались спокойно. И, понимаете, так мы как раз-таки пытаемся привнести самоорганизацию, потому что самоорганизация, она великолепна в том, что даже ребенок, который испытывает любовь к хаосу, начинает потихоньку вот этот свой хаос как раз-таки организовывать. постепенно, плавно, перехожу еще к одному из слайдов, это личное пространство. Конечно же, когда мы говорим о том, что вот у нас комната маленькая, квартира маленькая, личного пространства ребенку уделить невозможно. Никто не говорит о том, что необходимо выделить рабочий стол, например, отдельный, куда никто не допускается. Даже, элементарно, уголок, где будут его игрушки, там, допустим, в контейнере, находиться, это тоже его личное пространство. Или, например, может быть, какой-то его любимый стул, его любимая игрушка, это тоже его личное. То есть, мы проявляем уважение к личности ребенка не должны забывать, что порой молниеносно кажется, что вот эта вот игрушка все изжила себя, нужно выбрасывать. А у ребенка впечатление есть, память об этой игрушке, да, и мы сразу же вспоминаем один из интереснейших рассказов, когда буквально растрепанный медведь, да, игрушка, которую хотели использовать как раз-таки как грушу, в итоге ребенку стало жалко его бить, потому что, на самом деле, он вспомнил, как его кормил, каким образом ему подарили эту игрушку. То есть, опять же, любая вещь, она может для ребенка казаться памятной. Точно так же, как и у нас, порой хранятся там в коробке памяти некоторые, так скажем, поздравительные открытки, какие-то рисунки, тетради, дневники, то есть, это все есть у нас вот отдельно, есть коробка памяти, куда мы складываем все эти наши памятные, так скажем, для себя, даже там билет, например, там в кино, понравился фильм, сложили, куда-то поехали тоже. И вот эта коробка памяти все больше и больше наполняется, и каждый раз, когда мы пересматриваем, начинаем вспоминать, ага, а вот это вот тогда-то было. То есть, такие коробки памяти, они очень интересны. То, что никогда нельзя обсуждать ребенка с другими, и в том числе, не сравнить его с другими, мы прекрасно понимаем. То есть, все эти постулаты, конечно же, каждому из нас ясны, но не каждый из нас данные, так скажем, позиции использует и соблюдает. Потому что, нам же кажется, что мы взрослые, мы все умеем, мы все знаем, и буквально окину взгляд, да, ввиду регламента времени на такие, так скажем, задания, учебные пособия, которые разработаны под названием «Книга моих размышлений», они были актуальны еще в 2010 году, в том числе, начиная как раз с внедрения федерального государственного образовательного стандарта, и существуют до сих пор, но если вдруг вам будет интересно, загляните, посмотрите, если в интернете, если не ошибаюсь, они как раз выдержками такие даются, в том числе и в книжных магазинах. Самое интересное, что здесь представляются различные ситуации, которые позволяют ребенка оценить вам как взрослого, вам как педагога, родителя, законного представителя, в том числе и ребенок оценивать свои действия на уровне тех или иных ответов. Сможет ли он помочь, например, или уступить место, или, например, может быть, у него не получается, а почему, каким образом, например, необходимо это выразить и так далее. То есть различные здесь есть вопросы, ситуации, и даже такой элемент как раз таки, а что я знаю о себе? Мало же детей себя могут описать, например, какой ты? Вот опиши себя. То есть нужно задаться вопросом, что адекватно ли он себя оценивает, то есть узнать мнение его о себе и в том числе мнение окружающих. Потому что даже есть такая методика, которая согласно профессиограмме педагога оценивает, то есть мы глазами студентов, какие мы, да, как мы себя оценили бы, и то есть вот когда вы видите соотношение непосредственно на 100%, это, конечно, идеал, но это бывает редкость, то есть порой мы не видим за собой чрезмерную требовательность, возможно, даже какие-то другие элементы, коммуникации, например, и так далее. И следующий как раз таки слайд хотелось бы охарактеризовать также из книги моих размышлений, когда позволяет уважаемому, так скажем, взрослому, в том числе ребенку оценить не только действия внутри, так скажем, семьи, да, но и в том числе взаимодействие со школой, взаимодействие того, как он относится к школе, каким образом он оценивает своего учителя, нравится ли ему в этой школе, есть ли у него одноклассники, с которыми постоянно общается и так далее. И хотелось бы как раз таки постепенно подводя итог завершить небольшим таким стихотворением, вы прекрасно, надеюсь, вы его знаете, может кто-то знаком, он существует как раз таки уже с недавних пор в интернет-пространствах, можете зафиксировать для себя в том числе, это Мальвина Матросова и под псевдонимом выступает как раз скиданный автор, который называется «Девочки-3». Не зря выбрано это стихотворение, послушайте буквально, но займу небольшой кусочек вашего времени. «Девочки-3». Она едет у папы на шее. Сверху все видно совсем по-другому, чем снизу. Папа не верит, что скоро она повзрослеет. Папа готов воплощать любые капризы. Девочки-6. На коленках у папы удобно. Он подарил ей щенка и большую конфету. Папа колючий, как еж и как мишка огромный. Папа умеет и знает вообще все на свете. Девочки-10. Ей захотелось помаду. Сперло у мамы, накрасило розовым губы. Папа ругался, кричал, что так делать не надо. Папа умеет бывать и сердитым, и грубым. Девочке скоро 15, она повзрослела. Сумочки пачка сен в потаенном кармане. Папа вчера предложил покататься на шее. Девочка фыркнула. Ты же не выдержишь, старый. Девочка курит в окно и отрезала челку. Девочка хочет тату и египет с подружкой. Папа зачем-то достал новогоднюю елку. Девочке это давно совершенно не нужно. Девочке 20. Она ночевала не дома. Папа звонил раз 500 или может быть больше. Девочка не подходила всю ночь к телефону. Папа не спал ни минуты сегодняшней ночью. Утром приехала, папа кричал и ругался. Девочка залилась в ответ и кидалась вещами. Девочка взрослая, так говорит ее паспорт. Девочка может бывать, где захочет ночами. девочка замужем, видеться с папой нечасто. Папа седой подарил ей большую конфету. Папа сегодня немножечко плакал от счастья. Дочка сказала, что он превращается в деда. Девочке 30, ей хочется к папе на шею. Хочется елка, конфеты и розовый бантик. Девочка видит, как мама и папа стареют. В книжке хранит от конфеты разглаженный фантик. Девочка очень устала и плачет ночами. Папа звонит каждый день, беспокоясь о внучке. Девочка хочет хоть на тень вернуться в начало. Девочка хочет домой, хочет к папе на ручки. Девочка женщина с красной помадой и лаком. Девочка любит коньяк и смотреть мелодрамы. Папа звонил и постарчески жалобно плакал. В ночь увезли на карете в больницу их маму. Мама поправилась. Девочка ходит по кухне, пахнет лекарствами и чем-то приторно-сладким. Девочка знает, что все обязательно рухнет. Девочке хочется взять и сбежать без оглядки. В мир, где умеет назад поворачивать время, где исполняется в лед все мечты и капризы, где она едет, как в детстве, у папы на шее. Ей все видно совсем по-другому, чем снизу. Уважаемые слушатели, данным стихотворением хотелось бы подчеркнуть, насколько порой мы, взрослые, не всегда понимаем наших детей, нашего малыша, ребенка, чада, как хотите, можно назвать. Но самое интересное, что в этом стихотворении переданы как раз-таки те этапы взрослений ребенка, те этапы, когда ребенок начинает выстраивать свою траекторию развития личности. Ведь на самом деле папа ли оценивает, либо, например, воспитывает только мама, возможно, кто-либо из взрослых законных представителей. Всегда нужно понимать, что у ребенка другой взгляд на этот мир. Если у вас есть вопросы, хотелось бы ответить. Если вопросов нет, благодарю вас за внимание. Ага, увидела вопросы. Здесь как раз-таки вопросы в чате. Сейчас секундочку отвечу. Скажите, пожалуйста, какие современные подходы используются для включения религиозных убеждений в образовательный процесс? Я бы сказала так, что по поводу религиозных убеждений мы с вами прекрасно знаем, что уже давно существует целый предмет, так он называется орксы, основы религиозной конфессии и светской этики. Но он преподносится в четвертом классе для детей как раз-таки младшего школьного возраста. Начиная с четвертого класса дети определяют для себя какие тематики он хотел бы изучать, какую народность он хотел бы больше всего изучать. Конечно же учитель непосредственно косвенно может повлиять на выбор данной тематики, но все же здесь предполагается вариативность и поэтому ребенок от имени как раз-таки ребенка выступает конечно же взрослый, его законный представитель, родитель, они могут привнести как раз-таки свои предпочтения. Так же, как и в рамках внеурочной деятельности есть целый цикл разговор о важном, когда дети изучают понятие религии, традиции, в том числе народов на территории Российской Федерации. То есть существует это не на уровне того, что необходимо обязательно включить сейчас повсеместно на территории Российской Федерации в том числе такими связующими как раз-таки элементами, как и в программе внеурочной деятельности, еще раз вам комментирую, в том числе и по предмету ОРКС. Данный предмет, он расписан так же, как и все предметные области в Федеральном государственном образовательном стандарте и планируемые результаты, которые необходимо достичь ребенку, они также описаны наряду со всеми предметными областями. Здесь подчеркну планируемые результаты и их описание зависит от вида учебного плана, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что есть 5- или 6-дневные учебные недели, изучение идет на русском языке как родном либо неродном и так далее. То есть от этого также зависит наполняемость данной тематики. Но и не стоит забывать об адаптированной программе, которая нацелена в первую очередь на детей с ОВЗ. Надеюсь, я ответила. На ваш вопрос также от Дмитрия вопрос следующий. Какие проблемы могут возникнуть при включении религиозных тем в учебный план и как их можно решить? Я так поняла, что вас очень волнует данная тематика. Очертить понятие проблемы здесь невозможно лишь потому, что насколько ваша аудитория готова к этому. То есть аудитория имеется в виду родителя. От имени ребенка же выступает родитель. конечно же, когда мы с вами еще раз возвращаясь к первому своему ответу, если мы предполагаем введение предмета ОРКС, здесь также, например, у меня дети, допустим, они желают изучать, допустим, возможно, все как раз таки народности, то, что все предлагается, а кто-то, например, может выбрать определенную. Мы не имеем права настаивать только на одном из. если ребенок желает, допустим, изучить по каким-либо причинам, в первую очередь эта причина возникает от того, что в семье существуют как раз-таки представители этой нации, они как раз-таки и изучают в дальнейшем. В учебный план все же рекомендуется, если у вас хотелось бы в вашей образовательной организации, кроме ОРКС, дополнить еще его внеурочной деятельности, то либо, например, в рамках программы как раз-таки воспитательной работы, где также есть целый модуль взаимодействия с родителями внешкольными мероприятиями, пожалуйста. То есть вы можете такими элементами, как я бы назвала, вкраплениями, привнести как раз-таки понятие религиозных, как я увидела, убеждений и так далее. Далее. Какое место занимает метод положительного примера в семье? Он как-то остался за рамки таблицы. Да, спасибо вам за надежды, за вопрос, потому что, опять же, не всегда каждый, так скажем, каждую строчку на презентации есть возможность акцентировать на этом внимание, потому что у нас, во-первых, и время, и так далее. Сейчас проговорю и следующий вопрос. здесь метод положительный пример заключается в том, что мы как взрослые всегда должны быть положительным примером для своего ребенка. Это также можно взять на уровне того, что когда мы иногда скрываем, скрываем, допустим, то, что хотели бы сказать, а на самом деле, приукрасив, допустим, проговорили своему, например, родному человеку, работодателю и так далее. То есть если вы испытываете чувство сомнения и при этом находится свидетель в лице вашего ребенка, вы ему обязаны пояснить, почему вы сейчас лукавите, почему вы решили ему прокомментировать, допустим, что оказывается вы там обманули во благо, а почему во благо, почему так нельзя делать или можно. То есть опять же пример положительный у взрослого, это в первую очередь нужно судить по действиям, не по словам. То есть если я вижу, например, то, что нужно помочь и говорю о том, что необходимо быть доброжелательным, милосердным, а у ребенка попросили, допустим, разукрасить нужно было вместе синий карандаш или зеленый ребенок пожадничал, то есть он, значит, ведь это не просто так выполнил. наверняка в семье среди взрослых существует такого рода тоже отношение, что когда один из них просит о чем-то, имея этот предмет и возможность помочь, он не помогает, он отказывает ему, то есть опять же мы привносим элементы того, что как нас видят наши малыши, так и они поступают, то есть как зеркало такое, мы всегда должны заметить, также вот сейчас просто параллельно вижу про детский сад и не успела говорить о понятии играх, когда роль в определенной игре опять же демонстрируется тем опытом жизненным, который наблюдает ребенок, может быть там, я не знаю, будут бегать, прыгать динозавры и один из них будет там, я не знаю, кто-то из взрослых, ну например, там папа, мама, лили, может учитель, воспитатель, а может кто-то из его как бы казалось друзей, то есть нужно заострить внимание, а почему, а кто это, а зачем, или например, там у вас есть там домик, сейчас модно у девочек иметь такого рода кукольный домик, да, и например, там на чердаке кто-то из кукол валяется постоянно и с ним они не играют, задайтесь вопросом, а кто это, может быть это вообще совсем не, так скажем, человек без какого-либо понятия имени, ну например, скажут, его зовут там чудовище, а почему чудовище, просто из опыта, опять же, детского сада, один из детей, такого доброжелательного воспитателя, называл чудовище, ой чудовище, не подходи ко мне, родители объясняли, что да, они насмотрелись мультфильм один из популярных, да, там тоже было такое родное, ой чудовище, не подходи ко мне, но целый день воспитатель испытывал на себе, как ребенок начинает говорить, что он не обращается по имени, хотя знает, а вот говорите, все, чудовище, отойди, чудовище, отойди, чудовище не надо, а другие же дети подлавливают и тоже думают, а почему там, допустим, не Марья Ивановна, а чудовище назвали, это я говорю, просто допустим, вот таким образом происходит как раз положительный пример, то есть мы должны быть во всем положительным, если мы хотим воспитать, опять же, ребенка гармонично развитой личностью, извините, следующий вопрос, здесь не вижу, не могу проговорить, потому что здесь какие-то аббревиатуры дальше, извините, а если это детский сад, в группе из 30 человек 3-4 ребенка национальности, а кроме русских все со своими традициями, как быть, прекрасно, вот я вам сейчас расскажу, один из элементов у нас в рамках исследования, студент 4 курса, дневного отделения, мы с ним работаем по тематике семейного воспитания, как раз таки, ну, конечно же, тема по-другому нам звучит, но в рамках как раз семейного воспитания, мы проводили несколько занятий, провели в первом полугодии, сейчас уже дети сами, они заключаются в том, что в городе Уфа есть одна из школ, не буду называть какая, там в классе не то что 3-4 национальности, там их намного больше, то есть это и не только вот обычно у нас татары, башкиры, русские, чуваши, мар-2 там, допустим, и так далее, там оказалось, если не ошибаюсь, около семи, и была задача у данного студента, я ей порекомендовала в рамках знаков символических действий выполнить проекты, то есть каждый рассказывает о своей традиции. Мы изобразили карту Российской Федерации, и еще один ребенок оказался за территорией Российской Федерации, который приехал сюда, и мы изобразили эту карту, естественно, нашу карту республики Башкортостан также, потому что мы проживаем, и они все живут и учатся в городе Уфа, и им необходимо было эти свои семейные традиции рассказать в формате проектной деятельности, конечно, это трудоемкий был процесс, каждый из детей готовился, заранее дали, до как раз-таки вот этих вот каникул новогодних, мы определили, что вот во втором полугодии начнем уже опрашивать детей, то есть сначала наш уважаемый, так скажем, учитель выступил и рассказал о своих, так скажем, традициях, в том числе прокомментировал, кто из его родственников имеет больше, так скажем, каких-либо традиций и так далее, потому что ведь семья же пополняется, и у каждого из них своя, так скажем, нотка, так скажем, традиции дополняется, и потом уже на примере непосредственно учителя они начали пополнять, мы не ограничивали тематикой, мы не ограничивали даже количеством, получилось так, что в основном все индивидуальные проекты пошли, и детей в классе на самом деле более 25 учеников, еще вам проговорю, что это не третий, даже не четвертый класс, это абсолютно, вот детки вот только-только вышли из детского сада, это первый-второй класс, потому что нам нужно было охватить несколько классов, чтобы показать исследование более такого масштабного уровня, и вот самое интересное, что они мало того, что традиции изучали, они потом каждый свой любимый, так скажем, уголок малой родины сделали фотографию, обязательно рассмотрели символику государственную, изобразили ее в символах, вот, например, почему в Черябинске является государственным символом верблюд, и вот они объясняли, почему это, то есть, опять же, увидев символ, у нас, например, в Башкирии, в городе Уфа, как раз-таки, это на флаге республики изображен курай, почему именно курай, то есть, почему куница, и так далее, то есть, каждый из них с интересом, конечно, еще раз подчеркну, был трудоемкий процесс, и он еще продолжается, потому что сейчас дети по очереди выступают, мы это решили в конце подытожить и поощрить, у нас уже заготовлены почетные грамоты для всех, мы не стали определять места, потому что это, каждый из них по-своему, но был акцент такой, один единственный нюанс, по которому я проговорила, как научный руководитель, пожалуйста, без каких-либо печатных вариантов, старайтесь минимально напечатать, пусть ребенок там коряво нарисует или напишет, пусть, потому что ему нужно выработать письмо, детки там первого, второго класса, им, конечно же, это легче, родители, и родители же легко, распечатал на принтере, и все, как я часто говорю, это принтер за вас выполнил, и компьютер, но не вы, вот он выплюнул готовый текст, вы взяли и пошли, то есть, так у нас получился очень интересный проект, я вам серьезно говорю, у нас там, если не ошибаюсь, около семи получилось, представители, и когда вот она начала это представлять, у нее тоже голова кругом, а как мы это охватим, и вот мы решили, что сначала первые полугодия мы, естественно, потихонечку вносим свои примеры, а потом уже на новогодних каникулах они думают, и сейчас вот началось, поощрение у нас, своего рода, вот эти медальки, есть же шоколадные, и вот почетная грамота, все, то есть, в принципе, достаточно такого уровня, места преднамеренно не выделяли, потому что, определишь кому-то первое, начнется, почему у меня второе, третье, и так далее, касается и питания, и правил поведения, или общения, отношения к мальчикам, и девочкам, к своим вещам, а это касается и питания, и правил поведения, или общения, отношения к мальчикам, и девочкам, к своим вещам, конечно же, безусловно, это касается всего, потому что мы прекрасно с вами понимаем, что у каждого есть свое, так скажем, свое понимание, менталитета, потому что, например, кому-то, ну, я просто условно говорю, мы считаем, что хлеб всему голова, у кого-то, допустим, и могут и на хлеб наступить, бросить, и так далее, например, у нас вот есть понятие того, что есть семейная традиция, мы придерживаемся хлеб всему голова, вот если ты понимаешь, что, допустим, ты хочешь покормить птиц, ты не просто вот эти вот большие куски хлеба раскидываешь во все стороны, там, где ходят люди, и так далее, ты сделай это аккуратно, чтобы было, так скажем, меньше вреда, и нанесения ущерба, потому что мы понимаем, что, да, мы хотим покормить, мы сделаем добро, проявим свое милосердие, по заботу, естественно, об этих птицах, но ведь можно и сделать скворечник, не скворечник, так, пожалуйста, кормушку элементарно, то есть, опять же, взрослые сейчас и даже настолько облегчили, что можно даже заготовки взять, ну и, в конце концов, купить и повесить ее с ребенком, мы вот, например, повесили в этом году с надписью «Не трогайте, все хотят кушать», потому что у нас был момент, когда дети мои заметили, в прошлом году мы повесили возле дома, как раз таки во дворе, кормушку зимой, и они увидели, как мальчик с девочкой, ее просто, ну, взяли и сломали, то есть, она была из коробки такой специальной, вроде казалось, твердая коробка, картон хороший, плотный, и они расстроились, мы сделали заново, а наблюдали они с балкона, потом мне рассказали, я говорю, ну, девочки, что вы хотите, не все же такие, говорю, кто думает, и вот мы в этом году сделали такую огромную надпись, наклеили ее, младшая нарисовала птичек, как они вот там клюют и так далее, и вот из-за, не скажу, что из-за дня в день, но вот свободное время, мы обязательно пополняем запасы, и самое интересное, рядом появилась еще одна кормушка, то есть в принципе стараемся, это вот опять же положительный пример, и по поводу отношения к мальчикам и девочкам тоже, да, есть элементы, то есть здесь нужно варьировать очень аккуратно, это же тема такая щепетильная, то есть мы же не можем сказать, так у нас, например, не одеваются, ты должна выглядеть иным образом, мы проявляем уважение к каждому, мы проявляем уважение, так скажем, традициям любой нации, народности, в том числе чтимых, конечно же, было бы интересно, потому что вот опять же, когда я в свое время начинала как раз-таки работу с студентами-иностранцами, которые изучают русский язык как иностранный, и было интересно заметить, что нам кажется там, допустим, падежи самым легким, Иван родил девчонку, велел тащить пеленку и так далее, мы запоминаем так, и все прекрасно, но для нас-то это элементарно, потому что мы с малого растем на этом, мы понимаем этот язык, мы слышим его везде, а вот иностранцу, кто бы он там ни был, из дальнего зарубежья, ближнего зарубежья, ему это не понять, точно так же, как нам английский, или, например, любой другой иностранный язык, но сейчас популярность имеет китайский, не знаю, вот у нас, например, вот уже и школы начали прям вот во все включаться, с китайским языком и так далее, то есть мы должны всегда понимать на уровне того, практика ориентированности, он должен понять, как он себя сможет обслужить в этом обществе, то есть элементы самообслуживания, сможет ли он спокойно дойти до магазина, и спросить то, что ему надо, сможет ли он, например, вылепить какую-нибудь там красивую зайку и так далее, то есть все должно быть на уровне того, что навыки превращаться, возможно, ему не совсем будет ясно, почему Иван, вроде мужского рода, человек, родил девчонку, но все же, я имею в виду ему иностранцев, так же, как и дети, которые изучают русский язык как родной, но все же, опять же, ему нужно объяснять на уровне, практики, но если у вас в вашей группе, на самом деле, более трех-четырех, я бы все-таки рекомендовала отнестись с большим терпением и проявлять как раз таки интерес, дайте, например, может быть, у вас будет неделя, допустим, посвященная одной какой-то национальности, и вот ребенок будет рассказывать, показывать, демонстрировать, а таким образом вы вовлечете в процесс как раз таки взаимоотношений коллектива всех, дети его тоже будут слышать, а он же обычно такого рода как раз таки детки, так скажем, иностранцы, так уж скажу, граждане, они испытывают, что чаще всего они понимают, что я здесь как бы не совсем родной, меня не слышат и так далее. Здесь два варианта, либо они начинают копирироваться с похожими, так скажем, либо, например, наоборот, начинают негатив свой выливать. Чтобы вот не вышел негатив, представьте, что это вот определенного рода новенький, который перешел в эту школу из просто другой страны, там региона и так далее, и его нужно влить в коллектив, а чтобы он включился в этот коллектив, нужно показать его положительные стороны. Понимаю, что это познавательная сторона, а как быть? А быть как построить? Так, не совсем поняла вопрос. Как вы поняли, я могу отвечать долго, поэтому, естественно, у меня-то времени много. Еще раз постараюсь ответить на него, понимая, что это познавательная сторона, а как быть построить? Ну, наверное, имелось в виду, а как быт построить? Все понятно. Быть в том смысле, что вы имеете в виду в детском саду, уголок или вот окружающий мир, то есть как раз развивающую среду, или быт имеется в виду как раз-таки элементом того, что в семье происходит? Я сейчас, задавая вам вопрос, немножко поняла, что вы, наверное, предполагали, уважаемый слушатель, что как построить быт как раз-таки в группе, где имеются дети трех-четырех национальностей разных. Здесь, еще раз говорю, устройте неделю, например, там определенную национальность, или хотя бы 3-4 дня выделите. Пусть будет развивающая среда на уровне того, что схематично изображено. Допустим, там флаг, государственные символики, не только же флаг, но и в том числе герб. Почему именно, вот, например, еще раз говорю, есть, допустим, изображение верблюда или куницы и так далее. Опять же, история. А историю ведь даже ребенок, являющийся представителем этой национальности, не всегда знает. То есть, опять же, мы как с двух сторон рассматриваем. Ребенок сам себя развивает и окружающих, потому что он с интересом это может рассказать. Может быть, вы сделаете неделю национальных блюд. Пожалуйста, пусть готовят. Ведь, опять же, это своего рода и челленджи были, такого плана. Может быть, какие-то там музыкальные инструменты и так далее. Взаимоотношения в течение 12 часов с режима момента труд, сон, прогулка. Еще раз говорю, внедряйте, включайте. Это все зависит от нас. Потому что мы испытываем, это, я не знаю, есть ли какой-то уголок, но, наверное, только такие уголки как раз с этой стороны, где малая, так скажем, численность населения, где вот чуть ли не на грани, так скажем, исчезновения данной национальности, они, да, между собой общаются тесным образом и иностранцев нет. На территории Республики Башкортостан, в том числе, в нашем городе, большое количество проживает национальности. То есть, это и не только перечисленные ранее, но и в том числе, которые пополняются с каждым днем и, в принципе, как воспитатель, так и учитель. И вот как вы видите меня представителем непосредственно университета, мы сталкиваемся и мы стараемся объединить. То есть, могу рассказать также личный пример, являясь куратором одной из групп, где студентов 36, там есть из Туркменистана, из Китая, из Казахстана, студенты их у нас как раз-таки около 10 человек. В свое время мне, чтобы приобщить их к культуре, я как раз-таки организовала своего рода занятия воспитательные, мы сходили в наш театр, в молодежный театр имени Мустай Карим. Мустай Карим у нас является одним из таких народных как раз-таки писателей по произведению «Долгое-долгое детство». У иностранцев, кто не понимал русский язык, у них были наушники с переводом хотя бы на русский, и я увидела, что представитель из Китая, у нее был телефон, где все на китайском шло, а на другом, получается, на русском. И вот у нее получается два телефона всегда. И потом я, хоть и на своем, так скажем, языке, но она на своем ломаном русском говорила свое впечатление, она понимала по действиям. И даже элемент того, что преподносить как уроки, постепенно, постепенно включилась. Да, сейчас они уже на втором курсе, но потихонечку включаются. Еще не было у нас такого случая, что вот абсолютно не понимали и ушли, как сказать, я тоже не имею уровень владения китайского языка, но все-таки их включила. Еще раз говорю, у нас есть такие группы, где вот несколько представителей, и нам нужно каждого из них непосредственно включить в процесс. Мы за образовательный процесс, поэтому, естественно, проводим. Тяжело, понимаю, но все же есть возможности. Я думаю, у вас вопросы исчерпаны. Спасибо за интересный вебинар, прощаться с вами, было очень познавательно, что тут... Ага, все, поняла, поняла. Поняла, уважаемые слушатели, спасибо еще раз. если нет больше вопросов, потому что я вроде бы... Спасибо за вебинар. Ваши вебинары всегда интересны, приятно посещать. Видно, что вы вкладываете душу, принято. Спасибо большое, да, с обожанием отношусь к своей профессии. Наверное, не зря с детства мечтала быть учителем начальных классов. Еще раз вас благодарю, желаю вам всего доброго, и надеюсь, на вопросы ваши ответила. Да, вижу, спасибо за ответы, потому что много можно говорить и рассуждать, конечно же.